Еженедельное заседание проектного офиса по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Забайкальском крае». За столом министр строительства Забайкальского края Алексей Гончаров, руководитель службы единого заказчика Михаил Иванов и практически все подрядчики, которые ремонтируют краевые дороги. По плану на 2020 год будет отремонтировано 7518 километров региональных дорог. Ну или почти будет. Отставание от графика, долгое ожидание лабораторных исследований или вдруг карьер перестает выдавать щебень. В итоге асфальт совсем другого качества. Вот вы сами подумайте, это как выглядеть будет. Я понимаю, если бы ваши показатели были лучше в чем-то, выше морозостойкость, выше плотность, еще что-нибудь, водопропускная способность. Вот если бы это лучше было, это было бы логично, мы бы собрались все вместе у меня реально на техническом совете, согласовали бы это и поехали дальше. А у вас хуже. Вы понимаете, как это выглядеть-то должно. Основные моменты по отставанию связаны с проливными дождями в крае. В сравнении с прошлым годом работы идут быстрее. Тут заслуга ранних торгов, не строителей. Подрядчикам же поставлена конкретная дата – 15 октября 2020 года. Все дороги должны быть готовы. Основную цель, которую мы себе ставили, это завершение всех асфальтобетонных работ, именно по укладке асфальтобетона, это 15 октября, не дальше. То есть не так, как у нас там получилось в прошлом году. Соответственно, все, по крайней мере, наши решения, которые сегодня были, вы, наверное, видели, они как раз говорили о том, что мы за эту дату по асфальтобетону не должны выйти. Но все же по некоторым объектам уже есть основания сомневаться в этой дате для дорог. Без боев не обошлось. В итоге компании-подрядчики готовят подневной график работ, чтобы успеть к дате. И лучше успеть. Более того, хочу важную вещь тоже сообщить. Это для меня очень важно. То есть если мы будем понимать, что какой-то из подрядчиков у нас реально не успеет, и мы по прогнозам понимаем, что он у нас не успеет выполнить контракты, мы не будем эту историю затягивать каким-то образом. Это будет расторжение однозначно контракта, замечающие мероприятия у нас подготовлены. То есть нас никто не напугает тем, что это бюджетные деньги, их надо осваивать, еще что-то. У нас четкое понимание, чем мы можем заменить, какими мероприятиями можем заменить это выполнение. Поэтому это вот важный месседж, хочу, чтобы его услышали все. Для нас вот это вот важно.